Публичной порки не получилось. Ожидания недоброжелателей столичного градоначальника не сбылись. Более часа Дадаев выступал с трибуны и почти столько же времени с этой же трибуны отвечал на вопросы из зала. А их, к слову, было немало. От проблем незаконных строек до реконструкции проспекта Шамиля. Оказалось, она будет, но не в таком варианте, как бы всем хотелось. И на это есть свои причины. По проспекту Шамиля, да, это серьезный вопрос. Мы уже приступили было к его реализации. Но проектирование показало серьезные проблемы в связи с тем, что вдоль проспекта Шамиля, справа и слева, они полностью застроены. И у нас больше средств, чем на строитель, на реконструкцию Шамиля, уйдет на демонтаж и выкуп этих объектов. Для того, чтобы мы смогли реализовать. Если проект стоил 3 миллиарда, 8 миллиардов, ну еще 5 миллиардов было необходимо для выкупа земельных участков и оксов. Поэтому мы пошли по другому пути. Мы сначала развернули большие. Мы понимали, что эти деньги нам не дадут. Мы развернули судебную работу. У нас уже по 30 объектам имеется вступившие в законную силу решения суда по сносу этих объектов. Там большая часть этих торговых центров без единого документа функционируют. Будем их демонтировать. После того, как площадку для передачи строительства, мы же потом в рамках нацпроекта должны будет еще уложиться. В течение года у нас будет неосвоение. Сначала реализуем, освободим, потом приступим. Но для того, чтобы начать реконструкцию Шамиля, необходимо сначала сделать два объезда – Хушетский и Северный. Если с реконструкцией проспекта Шамиля ситуация понятна, то с собираемостью налогов в Махачкале дело обстоит из рук вон плохо. По словам Дадаева, федеральная налоговая служба работает неэффективно. Более того, он подчеркнул необходимость создания отдельной межведомственной группы по работе с налогоплательщиками и попросил депутатов оказать в этом вопросе содействие. Очень хотелось бы вашей поддержки. Я хотел бы, чтобы в постановлении, которое выйдет по результатам нашей сегодняшней встречи, этот вопрос был именно одним из ключевых. Создание временной какой-то группы на базе соответствующего комитета, создание депутатской группы, исключением туда и представителя правительства, и, соответственно, мэрии, мы точно по каждому участку предоставим информацию и посмотрим, каким образом тогда налоговая будет вертываться от этого. Потому что нам они среди не дают, ни сверху не дают, ни сверху по поданным исковым заявлениям, судебным приказам, не то, что они направили у ФССП, не дают. Каким образом тогда мы должны оказывать содействие? Они все время про это говорят. Видимо, налоги за них собирать, как я уже сказал, мы к этому, наверное, придем. Ежегодно Межрежевская комиссия при Министерстве экономического и территориального развития Республики Дагестан определяет налоговый потенциал города. Мы считаем, что налоговый потенциал города значительно превышает установленная комиссия размера. Но даже тот минимальный налоговый потенциал, который устанавливает МВК, не согласовывается у ФНС. Аргументируем тем, что якобы завышенный налоговый орган всегда ищет доводы о невозможности увеличения сборов практически по всем источникам налоговых доходов. Выражает несогласие с установленной Межрежевской комиссией. Это, видимо, происки налоговой. Это вопрос я тоже хотел обозначить как проблемный. Реконструкцию улицы Коркмасова, о которой в последнее время говорят все или почти все, Дадаев сумел преподнести как победу современного подхода к благоустройству городских территорий над привычным шаблонным отношением к проблемам урбанистики. Все ради комфорта горожан, пробок со временем не будет, а будет рай для пешеходов и велосипедистов. Коркмасова хотел бы сразу пояснить, что данное решение продиктовано необходимое совмещательство сложившейся транспортную ситуацию, которая из-за наплыва транспорта. Также практики паркования в два ряда практически утратило пропускную способность. И дальнейшее откладывание решения этого вопроса по данной улице грозило уже транспортным коллаксом. И поэтому, изучив практику других городов, практически все основы урбанистики принимаем по решениям, которые принимаются в таких случаях, никакие расширения дорог не способствуют увеличению трафика. Потому что это вызывает так называемый спровоцированный спрос. Это первый класс урбанистики. И все знают, если мы где-то расширяем дорогу, это приводит к тому, что все автомобилисты стремятся туда. Понимаете, что там можно проехать. И упирается именно в то бутылочное горлышко, где это расширение заканчивается. И эта практика после реализации многими городами, она признана неэффективной и от нее отказались. Поэтому пришлось вернуться к тому опытам, который я получил в Москве, когда мы расширяли тротуары, заужали проезжую часть. В результате автомобилисты на эти улицы старались не попадать, а объезжать. А для пешеходов были созданы наиболее благоприятные условия. Были и неудобные вопросы, в частности о продолжающихся в городе застройках. Но и здесь мэр Махачкалы не растерялся и был убедителен, подчеркнув, что за период более трех лет администрации было выдано всего 11 разрешений на строительство многоквартирных домов, шесть из которых на основании решений суда. А по якобы имеющимся у некоторых коллег фактам коррупционных проявлений в мэрии, Дадаев посоветовал информированным об этом депутатам обратиться в соответствующие органы. Лариана Шемхалаева, Магомед Магомедов, Новости ННТ, Махачкала.